День с толком Сотни миллионов на борьбу с огнем. Когда на Алтае готовятся встречать лесные пожары? Били, давили, обманывали. На Алтае расследует крупное дело о присвоении недвижимости. 9 тысяч заявлений только за одни сутки. Как поменялась выплата семьям с детьми от 3 до 7 лет? Сегодня суд избрал меру пресечения экс-представителю губернатора в региональном парламенте Стелле Штань. Ближайшие два месяца она проведет под стражей. По версии суда, если Штань будет вне изоляции, она сможет оказать негативное влияние на определение обстоятельств дела. Стелле Штань предъявляет обвинение в мошенничестве в особо крупном размере при сделке с помещением для скандально известного детского сада «Хэппи Бэби». По версии следователей, обвиняемая вместе с директором детского сада Еленой Воротниковой завладела суммой в 14 миллионов рублей. Эти деньги были выделены из бюджета в качестве субсидии. Сама директор «Хэппи Бэби» по этому делу уже находится под стражей. Уходить передумал. Мэр Бийск Александр Студеникин отозвал свое заявление об отставке с поста главы города. Напомним, решение уйти он принял после того, как депутаты на заседании городской думы поставили мэру неут за работу. Но, оказывается, о своем решении Студеникин не предупредил губернатора. Как отметил сам глава Бийска, 1 апреля он общался с Виктором Петровичем, и тот попросил его закончить начатую работу и урегулировать все вопросы. Мэр извинился перед губернатором и сообщил, что кресло за собой сохранит. Кстати, после заявления об отставке в социальных сетях появилась петиция, в которой бийчане просили Студеникина не уходить. Он поблагодарил их и остался. На Алтай расследует крупное дело по факту присвоения жилых помещений. По данным правоохранителей, люди лишились квартир из-за обманных маневров физической силы и даже похищений. Следователи установили 8 эпизодов преступлений, но их может быть и больше. Кто они, эти мошенники, и как люди попадали в эти схемы, расскажет Анастасия Дороган. Обычный район потока, середина дня, и здесь есть, что красть почти в открытую. Главное, знаете, где искать жертв. Как правило, глаз мошенников падает на неприметное строение. Этот дом хоть и приукрасили, но в душе он выглядит вот так. Обычный барак 50-х годов постройки. И в таком случае мошенники давят либо на ветхость строения, либо пользуются беззащитностью жильцов. Ну, говорит, отжали у него эту квартиру вроде-то, что. А он отправился на отдых, лечиться от этого дела. Квартира-то здесь лакомый кусочек? Лакомого-то, ошибка, не вижу. Ничего, туалет там, душ там. Ну, в общем, дверь не закрывается ни днем, ни ночью. За последние полтора года преступники облюбовали этот и подобные ему дома. Приспрашивались, искали зависимых от пагубных пристрастий жильцов, знакомились с ними и атаковали. Приехали, перевезли на другую квартиру, в однокомнатную. Там уже реально нас закрывали. Все, прям приезжают, привезут ему водку там покушать. И все, закрыли и уехали. И мы там трое суток сидели, никуда выйти не могли. Сергей – брат пострадавшего хозяина этой комнаты. Пока владелец лечится от алкоголизма, его родственник охраняет жилье от бомжей и покупателей. Тех, кому мошенники успели предложить эту комнату. Под нажимом брат успел ее формально передать. Они две недели просидели с заложниками. И такой же похищенный есть в Бийске. Еще один бийчанин расписался за доставку продуктов от соцработника. А потом выяснилось, что это был документ о продаже квартиры. Еще одна потерпевшая в Белокурихе. По данным правоохранителей, злоумышленники были безработными и ранее судимыми за преступления против собственности. По словам Сергея, это была банда цыган. Лица, совершающие такие преступления, понимают, за что они все это делают. Они делают из-за обед недвижимого имущества, которое всегда стоит денег. Но, опять-таки, повторюсь, вся проблема только в невнимательности. Только в том, что лица чрезмерно доверяют, каким-то другим лицам не проверяют. То есть, вот это, знаете, сугубо русская авось. Юрист советует в любом случае изучать документы, проверять благонадежность покупателей, а следователи добавляют, нужно еще и внимательно слушать, о чем вас спрашивают. Какая у вас имеется еще собственность, сколько членов семьи с вами проживает, родственные связи и так далее. Если вам предлагают материальную помощь, то необходимо поинтересоваться, от какой организации данная материальная помощь поступила. Злоумышленники под стражей их обвиняют в мошенничестве и похищении. Правоохранители расследуют восемь преступных эпизодов, но уверены, что их больше. Если вам или вашим знакомым эта мошенническая схема знакома, обратитесь в Следственный комитет края. Анастасия Драган, Андрей Печеркин. День с толком. Лесные пожары на Алтай могут начаться уже через неделю. По прогнозам синоптиков, этому будут способствовать погодные условия. Такая тенденция сложилась за последние несколько лет. Специалисты отмечают, что в зоне риска южные районы края, особенно те, что граничат с Казахстаном. Правительство региона намерено объявить о начале пожароопасного сезона с 9 апреля. По информации Минприроды края, в текущем году из федерального бюджета выделено 406 миллионов рублей, в том числе на приобретение лесопожарной техники и оборудования на 92 миллиона рублей. К борьбе с огнем готовятся не только спасатели, но и алтайские лесничества и главы муниципалитетов. Последние будут нести ответственность за возникновение пожаров в границах вверенных территорий. А мониторить пожарную обстановку в лесах региона будут и благодаря космическим технологиям. Этот способ позволит охватить весь край. В Краевой столице заработал третий мобильный пункт для вакцинации от коронавируса. Помимо торговых центров, прививку теперь ставят в поселке Южный. Передвижной комплекс там открылся на улице Чайковского, 21. Все три комплекса работают с 10 утра до 6 вечера. Желающим привиться при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС. Ответим, за последнюю неделю в Край пришло около 40 тысяч комплектов вакцины. Этого хватит для всех, кто ожидает прививки, утверждает Министерство здравоохранения края. Среди таких людей много известных и талантливых. Эйнштейн, Моцарт, Льюис Кэрол, Билл Гейтс. Диагноз «аутизм» не помешал им достичь высот в профессиональной сфере. В нашем крае сейчас, по официальным данным, свыше 400 детей с таким диагнозом. Сегодня, во Всемирный день распространения информации об этой проблеме, расскажем, какую помощь дети-аутисты могут получить в нашем крае и возможно ли полное излечение. Лёше Майеру сейчас 8, с виду обычный ребёнок. Но спустя лишь несколько минут можно понять, что он особенный. Даже мама заметила это не сразу. Ближе к двум годам стало ясно, ребёнок не любит громкую музыку, скопление людей, ведёт себя не как остальные дети. Лёша, садись, 5 минуточек. 5 минуточек посиди. Ну вот, как-то так у нас. На что следует обратить внимание родителям? Если ребёнок, допустим, к 12 месяцам он никак не реагирует, или слабо реагирует на близких, не показывает, нет жестов указательных, не машет ручкой на прощание. Если к 16 месяцам у ребёнка нет слов, двух слов, если к 24 месяцам, к 2 годам, он не пользуется хотя бы двумя связными словами. Врачи говорят, чем раньше такие малыши начинают заниматься под руководством специалистов, тем проще им будет адаптироваться в современном мире. Ведь главное для них умение найти контакт с другими людьми. Учитывая, что у детей с эмоционально-волевыми нарушениями аутистического спектра, как правило, есть интеллектуальные сложности, то есть задержки психического развития, здесь есть множество модулей для занятий по системе Монте-Сори. Конечно, она у нас происходит несколько в адаптированном варианте. Они осваивают навыки. Здесь, вы как заметили, есть модули по застёгиванию пуговиц, застёгиванию замков, по каким-то обучающим геометрическим фигурам, цветам, вкладышам, классификации предметов. А это уже музыкотерапия, где ребятишки, которые обычно уходят в себя, именно так переводится слово «аутизм», незаметно раскрепощаются и на время даже могут выйти из привычного состояния. Проблемы такие где-то комплексные. Решать их нужно совместно, не усилиями разных специалистов. Психологов, социальных педагогов, логопедов, учителей-дефектологов, клинических психологов. Поэтому для каждого ребёнка создаётся индивидуальный образовательный маршрут как реабилитации медицинской, так и дальнейшей социальной и психолого-педагогической. В конце 2020 года в Крае появился ресурсный центр по аутизму, который призван объединить усилия медицинских и образовательных центров ради того, чтобы помочь таким деткам. Каждый 57-й ребёнок в мире рождается с диагнозом аутизм. Излечить его полностью невозможно, но контролировать такое состояние реально. Впрочем, врачи говорят реально и адаптировать таких деток к обычной жизни, чтобы они в дальнейшем смогли зарабатывать, строить семью и даже быть успешными в профессии людьми. А если мы дома закроемся, он просто уйдёт в себя и всё. И его оттуда потом никакими тисками не вытащишь. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. 9 тысяч заявлений только за текущие сутки поступило на портал госуслуг от родителей. С апреля появились новые правила для тех, кто получает пособие на детей от 3 до 7 лет. Раньше назначить его могли только той семье, доход которой не превышал прожиточного минимума на человека. Теперь же зависит и от наличия имущества. Речь идёт не только о недвижимости. Если взять в идеальном варианте семью, мама, папа и ребёнок в возрасте от 3 до 7 лет, то семья вправе иметь одну квартиру, один жилой дом, одно нежилое помещение, один садовый участок, один гараж или машиноместо, земельный участок площадью до 1 гектара, один легковой автомобиль, одно самоходное транспортное средство, один мотоцикл, одно маломерное судно. Вот это вот так, в комплексе. В случае, если квартира у семьи две, на каждого должно приходиться не больше 24 квадратных метров. И ещё. И мама, и папа обязаны работать. Исключение есть. Декретный отпуск, длительное лечение, обучение одного из членов семьи, служба в армии. Важно ещё и то, что размер выплат изменился. Это теперь три разные суммы. Это базовый 50% от величины прожиточного минимума. Это 5305 рублей. Это 75% 7900 рублей с копейками. И в случае, если семья, даже при условии получения данных выплат, всё равно имеет доход ниже одного прожиточного минимума каждого члена, то 10611 рублей. Добавим, заявление можно подать до конца года на сайте Госуслуг. И не обязательно это делать в самые ближайшие дни. В Минсоцзащите, говорят, сайт накануне просто завис от количества желающих. Ну а подробнее о тех, кому положено или не положено выплата, можно прочитать на сайте министерства. В Славгороде начались военные действия. Благо, пока без оружия. Дело в том, что директора и одновременно отца основателя центра «Десантник», где готовят детей к службе в армии, сняли с должности. Из-за этого маленький город раскололся на две части. Чиновники указывают на ряд недочетов в работе бывшего руководителя. А жители, их большинство, не верят и хотят, чтобы Валерия Сычева восстановили в должности. На чьей стороне правда и почему проблему не удается решить за столом переговоров, узнавала Валентина Аскерова. Седовлас и мужчина в центре – выдающийся тренер. Один из отцов-основателей военно-патриотического клуба «Десантник» Валерий Сычев. Сегодня тренер, воспитавший генералов, полковников разведки, военных, представленных к ордену мужества, дает свой последний урок. Его уволили, мол, брал с родителей воспитанников деньги. Это, которые группы платные, так мы за счет этого и жили, вне бюджетка. Это замечание было, мы до сих пор работаем. Сдавали деньги, ничего не было, все шло через кассу, комитет, бухгалтерию, бухгалтерию. У нас столько денег набегало, по 350 тысяч в год, вне бюджетки, насчет этого жили. Я же не в карман себе вложил, договора божертвования, все есть у нас, отчеты, все как положено. И в бухгалтерии у нас копии. Десантник с 2012 года на балансе муниципалитета. Городской бюджет покрывает лишь зарплату тренеров и коммунальные расходы центра, поясняет бывший директор и добавляет, пожертвования родителей направлялись исключительно на развитие учреждения, соревнования, прыжки с парашютом. Тем не менее, бывшего директора обвинили в присвоении и растрате бюджетных средств. Родители воспитанников в шоке. Я вообще, честно, был в шоке. Люди основали этот клуб, можно сказать, с самого низа, с комнаток. Потом, я помню, он был, я занимался, где сейчас ЗАГС, там тоже были комнатушки незначительные. Ремонт делали сами. Чтобы выехать куда-то с воспитанниками, бегали, искали автобус в администрацию, чтобы все выпрашивать приходилось. Мягко сказать, были шокированы. Таким. Верите в это? Ну, надеемся, что будет все хорошо. Просто это кому-то дать так надо, эти обвинения. Конечно, я в шоке пребывала, потому что такие люди, не знаю, как вообще так все это получилось. Ну, я считаю, что это неправда, надо идти до конца. Осенью прошлого года главой Славграда стала Людмила Подгора. С этого времени к десантнику повышенное внимание. Проверки, которые ранее проходили без особых нареканий, выявляют ряд нарушений. Мол, ни чеков, ни договоров, о предоставлении платных услуг нет. Более того, поясняет уже сама Людмила Подгора, бывший руководитель. Элементарно не выполнял муниципальное задание. Выделяем деньги, суммы на одно количество детей, по факту, в два, в три раза меньше. Группы должны открываться при численности, допустим, 15 человек, 14, а по факту детей ходит порядка 7-10. То есть тренера также получали заработную плату, не учитывая, что количество детей не соответствует. Кто-то там болен, кто-то это. Такого не было. Ну, 12 человек, 14, 15, 16, обязательно были. Администрация города поясняет, что дала время на устранение недочетов. Было исправлено только 10%. Но проверки еще полбеды. На Сычева завели уголовное дело. Выявился такой факт, что один из тренеров, находясь заболеванием в больнице. Ему ставили табель выход на работу, то есть восьмерки ставили ему и оплатили заработную плату. Короче, он больничный личный привез, а за меня в это время оставали методисты, оставалось за директора. И, в общем, начислили ему как зарплату. Он там 15 тысяч. Я думал, по электронке придет, но не пришел. А потом уже, когда я вышел, уже там проверка, вот это, я не до этого. После этого, как возбуждено уголовное дело, он просто закрылся и стал говорить о том, что я с вами буду только разговаривать в присутствии адвоката. Это наше, мы никому ничего не отдадим. Мы начали войну. 26 марта Центр военно-патриотического воспитания десантник города Славгорода, который воспитал целую плеяду выдающихся спортсменов, среди которых есть даже чемпион мира по гикбоксингу, исполняется 33 года. Хотелось бы приехать к этому юбилею и больше рассказать про работу центра, про его достижения, о выдающихся воспитанниках, а не углубляться в кадровые перестановки, которые, если не парализовали работу центра, то точно обрачили его жизнь. Сегодня у центра новый руководитель. Претензий родителей к нему нет. Он только вступил в должность. Но вот опасения, связанные с будущим центра, в связи с кадровыми перестановками, у людей есть. Мы очень боимся, что как бы станет очень все печально, плохо, что может закрыться, обанкротиться, еще что-то. То есть, где наши дети будут заниматься? Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Почти 6 тысяч барнольцев приняли участие в первом чистом четверге. Он стартовал в рамках месячника весенней стадинтарной очистки, которая продлится до 30 апреля. Организатором по традиции выступила мэрия города. Всего в ходе акции пройдет пять чистых четвергов. Первый состоялся накануне во всех районах Барнаула. Студенты, управляющие компании и другие организации ворошили снег, очищали столбы и ограждения от объявлений, собирали мусор. Конечно, мы хотим в весенний период также еще посадить зеленые насаждения. В настоящее время разрабатываются планы, схемы посадок и порядка 500 деревьев и кустарников будет высажено. Любой желающий может присоединиться к акции и сделать город чище и комфортнее. Помимо чистых четвергов в планах мэрии провести общегородской субботник 23 апреля. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях, а через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компания «Эволар». До встречи!